Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас я сделаю то, о чем возможно пожалею, а может быть наоборот сделаю себя в чем-то немножечко счастливей. Я попытаюсь полностью на все прокрутить рулетку бомбически. У меня появилось дополнительных 2000, я хотел бы благодарить тех ребят, которые мне прислали данные 2000 голды для того, чтобы мне дать возможность в рулетке в этой поиграть. Я уже открывал данную рулетку на все 100 в предыдущем своем видео, если вы не смотрели, то я обязательно в конце видоса добавлю вот здесь наверху ссылочку, для того, чтобы вы посмотрели, чем дело закончилось. Там я окупился на 290% и крутил я эту рулетку у себя на твинке. Я прочитал огромное количество комментариев по поводу того, что из этой рулетки действительно выпадают машины и плюс к тому несколько моих друзей подтвердили, что они в принципе довольны тем, как они прокрутили, остались в плюсе. Ну и я решил, почему бы и нет. На контейнеры мне в принципе не везет. Ребят, если можно, пожалуйста, поставьте данному видео лайк, обязательно подписывайтесь на канал и обязательно-обязательно пишите свои комментарии под данным видосом. Мне интересно ваше мнение по поводу увиденного, ну и по поводу того, чем для вас закончилась данная рулетка. Спасибо большое за то, что помогаете каналу продвигаться все выше и выше. Ну что, давайте будем крутить. Если вдруг что-то будет выпадать, я надеюсь, что это будет что-то, чего у меня нет на аккаунте. Если вдруг будут из мистиков выпадать мне сертификаты мистические, то, соответственно, буду продавать коллекционки 10 уровня для того, чтобы можно было получить компенсацию именно голдой. Потому что из мистиков, в отличие от всех остальных контейнеров в этой рулетке, при выпадении машины коллекционной вам будет компенсация серебром. Поэтому будьте к этому готовы и если какие-то коллекционки у вас есть, лучше их продавайте и потом назад будете их восстанавливать. Хотя пора бы разработчикам и в мистиках тоже эту схему поменять, потому что во всех уже поменяли. Пока, в принципе, падает, это хорошо. Едем дальше, 250 голды мне абсолютно не жалко, но я знаю точно, что это реальное казино, в котором главное вовремя остановиться. Но, слушайте, ну пока неплохо, пока выпадают контейнеры, те, которые содержат в себе машины, 300 золотом вообще не деньги, в принципе, пока. Едем дальше. Но, давай, давай, мне нужны бомбические вот эти контейнеры, потому что именно из них мне на моем твинке и выпадали машины. Причем выпало две тачки, 10 уровня и 8 левела. Смотрим. Так, что у нас по ценнику? 500, 500 продолжаем крутить однозначно. Ну, давай. Еще один мистический контейнер, хорошо. Давайте крутим на 600. Крутим на 600, и я думаю, после этого, ребят, мы можем смело с вами начинать открывать контейнеры, потому что если вдруг сник мне что-то повыпадает нормально, то, соответственно, я буду останавливаться. Что касается калькуляции, я дошел до прокрута на 750 голды. Давайте посмотрим, что это у нас. Это у нас 600, 600, 1500, 1500, 250, если я правильно умею считать, 2200, 2300, ребят, я сейчас потратил. Теперь давайте посмотрим, что с этого получилось. С 2300, глядишь, если машина какая-то выпадет, то я, скорее всего, буду останавливаться, хотя все зависит от того, какого ценника данная машина будет, какого уровня. Ну и дальше будем принимать решение, крутить или нет. Ну, давайте начнем с тех, которыми мы можем вернуть часть голды. Если я правильно помню, 2300 я потратил. 2100 получается у нас в сухом остатке пока, потому что 200 сейчас вернулось, и у нас есть вот этот черный ящик. Открываем его. Открываем. Давай 600 мне. 600! Блин, 800! 800! Ничего себе! Ничего себе, ребята! Блин, это действительно круто! Действительно классно! А, едем дальше, открываем следующий контейнер. 1300, пока я в минусе. Офигеть! Офигеть, я выхожу в плюс! Я вышел в плюс! То есть, получается, что все контейнеры, все контейнеры, которые я сейчас открыл, я мало того, что... Точнее, не так, все прокруты, которые я сейчас сделал в рулетке, я сделал абсолютно бесплатно, еще и в плюс по голде вышел. Контейнеры с кастомизацией трогать не буду. Я не думаю, что там будет что-то интересное. Здесь, ребят, давайте перепроверим, чтобы у нас была компенсация голдой за коллекционки. Пальцы крестиком. Блин, пальцы крестиком везде. Ребят, реально, везде, даже на ногах держу. Крестиком пальцы. Машины нет, но есть 350 голды. То есть, я продолжаю пока быть в плюсе. И этот плюс на данный момент немножко улучшился у меня. Смотрим, что у нас здесь по компенсациям. Тоже, ребят, в голде. Открываем два контейнера, собери их все. Так, здесь не выпадает ничего. Давайте еще один открываем. Ну, тоже нет, не будет. Три позиции нет. Машины здесь нет. Окей, хорошо. По крайней мере, уже не в минусе. Это классно. Давайте смотрим на мистические сертификаты. Ну, давай, ВГ, подкрути мне немножко. Дай мистический сертификат. Пожалуйста. Пожалуйста, давай. Давай, как на предыдущем моем аккаунте. Нет, нет. 100 золота тоже считаю, что неплохо. Ребят, не веду сейчас подсчета. Вот прям там на калькуляторе ничего не записываю. Но я понимаю, что я пока нахожусь в неплохом плюсе по золоту. И у меня сейчас больше, чем у меня было на счету, когда я все это дело начинал. Крутим. Крутим однозначно рулетку. Раз я нахожусь в плюсе, то я думаю, что можно психовать. Я думаю, что сейчас мне повыпадает кастомизация, повыпадает аватар. Выпадет мне. Есть один контейнер уже на счету, с которого может выпасть машина. Так, ну это не сильно интересно. Не будем его трогать. Едем дальше. Должны сейчас мне упасть либо мистики, либо сюрприз. Пожалуйста, мистики. Два мистических контейнера уже на счету. Я немножечко, немножечко на 2000 неполных, как я понимаю, сейчас ухожу в минус. Еще на 1400. Так, прокрут на 1400 дает нам, дает нам, ну швах. Швах, честно говоря, дает. Но в любом случае он должен был мне выпасть. Я к этому готовился морально-психологически. Пока не считаю, что я прям сильно там упал. По крайней мере до тех пор, пока мы полностью не подобьем итоги. Пока мы вкладываем. Вкладываем, я уверен, что прибыль должна быть. Ну, короче, как и на моем аккаунте Твинке, там где я прокручивал, вот этот вот контейнер бомбический, он у меня упал, точнее три контейнера этих, они у меня упали тоже в конце на последнем прокруте. Ну, отдаю полторушку, ребят, отдаю, отдаю хотя бы исходя из того, что я вам сказал, что буду прокручивать на полную. Буду сливать все и была, конечно, вероятность, что я этого делать не буду, если бы что-то сразу упало. Но все-таки дошли мы с вами до финиша. Я сейчас в минусе нахожусь, ребят, на, грубо говоря, 10 косарей. На 10 косарей я сейчас ушел вниз приблизительно и давайте будем все это дело открывать. Давайте начнем, как в прошлый раз, с черных ящиков. С черного ящика, с этого выпадает однозначно голда, вопрос в том, сколько. И со второго ящика нам выпадает, если уровнем выше, вообще класс. Ну, окей, хорошо. 400, если я правильно все сейчас увидел, то 400 вернули назад. Едем дальше, открываем вот этот вот контейнер. Мега контейнер мне дает. Ну, дайте машину, ребят, ну, пожалуйста, давайте машину мне, дайте. Блин, блин, 250, 250, ребят, по-моему, я глупость сделал. По-моему, я, по-моему, я что-то, короче, сделал не то. Что-то, что-то, короче, пошло не так, не так, как на твинке. Бизонта C45. Бизонты C45 у меня нет в коллекции. Смотрим, что у нас внутри. У нас может быть Бизонты, у нас может быть до 10 тысяч золотом. Ну что, ребят, выпадет Бизонты, пожалуйста, пожалуйста, мне очень надо, мне очень надо, чтобы, почему, мне очень надо, чтобы, чтобы выпал Бизонты. Дай Бизонты, дай Бизонты мне. Дай мне 200, 200, блин, я в таком минусе. Ай, блин. В такой минус залез. Да, короче, настроение, ребят, немножко начинает падать. Я был такой воодушевленный после открытия на, так, мистический сертификат. То есть машину, ребят, мы однозначно забираем. Вопрос в том, какую тачку мы заберем отсюда. Если это будет машина, которая стоящая, то вообще просто супер. Теперь смотрим здесь по компенсации. Тоже идет в голде за коллекционки. Открываем три контейнера, потом открываем мистический. Пожалуйста, пожалуйста, дай машину. Дай машину какую-нибудь. Ну, хоть какую-то. Хоть что-нибудь, хоть каких-то там нижних уровней. Ну, блин, ну дай, дай окупиться. 750. Ну, давай, 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 машина, 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 блин. Ну, все, ребят, короче, вот так вот, короче, получилось. Давайте смотрим на то, что у меня вернулось. Я сейчас в 6000, было у меня там, грубо говоря, 14. Короче, я нормально так, нормально я, короче, завис в минусе. Я не знаю, что сейчас должно мне выпасть из мистического сертификата для того, чтобы окупить, грубо говоря, 8000 всех этих мероприятий. Давайте сейчас посмотрим. Я минуточку промахнулся. Блин, опять промахнулся. Ну, нервы, ребят, нервы, простите, пожалуйста. Немножко долговато получается. Я хочу просто посмотреть, что может упасть из мистиков, из коллекционок на 10 уровне. Из тех машин, которые у меня есть. Значит, мне надо продать объекта 260-го. Это раз. Мне надо пираньку продать, батгера, суперконя и продать клинка. Остальные машины у меня отсутствуют в ангаре. Так, тогда получается, в принципе, из десяток мне необходимо продать все, кроме объекта 268. Давайте быстро это дело сделаю на перемотке и вернемся к открытию мистического сертификата. Итак, друзья, продал все машины, которые являются коллекционными на 10 уровне. И я очень сильно надеюсь, что сейчас выпадет что-то годное. Если сейчас упадет машина, которая у меня в ангаре есть, а у меня очень большая коллекция машин, я, ну, просто-таки безумно, безумно расстроюсь. Ну, добренько, как есть, так есть. Давайте открываем, и нам отсюда из мистического сертификата выпадает... Выпадает Франкенштанг, который есть у меня на данном аккаунте. И ничего, ничего хорошего, ребят, я в этом не вижу. Вот такое вот открытие на основном аккаунте. И сказать, что я расстроен, не сказать ровным счетом ничего. Не окупилась для меня рулетка на моем основном аккаунте. Тем, кто подогрел меня на дополнительные 2000 золота, я безумно благодарен. Ребят, спасибо вам большое. Попытались переломить мою удачу на основном аккаунте, но, к сожалению, это не вышло. Вот такое вот открытие мной рулетки на основе. Друзья мои, крутить рулетку или не крутить, покупать ли контейнер или не покупать, дело, безусловно, ваше. Но я всегда говорил и буду говорить, что лучше покупайте машины сразу в магазине, нежели играться с судьбой, крутить рулетки, либо покупать контейнеры. Вот такое вот честное мнение по поводу данной рулеточки и по поводу происходящего в игре. Если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас и уважьте меня за мои старания и за слив моей голды не только вашими подписками, но еще лайками и комментариями. Спасибо большое за просмотр. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok